Казахстанский параспортсмен стал чемпионом всемирных игр Сочи. Омирали Нышан стал чемпионом всемирных игр Международной Федерации Ампутантов и Колясочников. В нем принимали участие свыше 500 спортсменов из 40 стран мира. Для казахстанской команды это больше, чем просто спортивная победа. Это еще и пример для остальных людей с ограниченными возможностями. Кстати, помощи инвалидам в Казахстане сейчас особое внимание. Совсем скоро станут известны итоги конкурса на лучшие социальные проекты. Одна из его целей – содействие в самореализации людям с ограниченными возможностями. Пока подведены итоги регионального отборочного тура. На рассмотрение республиканской комиссии поступило 26 самых достойных проектов. К примеру, в Кокшетау детей инвалидов лечат птицы. Мой коллега Кайрат Журумбаев внимательно изучил все проекты и готов рассказать о самых интересных. Я помала голову, а смотрите, какой он красивый. Птицы, согревающие душу и вызывающие улыбку на лице. Дети с нетерпением ждут общения с ними. Они не просто дружат, главное, безвозмездно помогают друг другу. Я чаю с ними. Мне нравится. Они домашние. Они теплые. Я приветствую их. Начинаю воды давать, корень давать. Такой проект – инициатива самих воспитанников. Птиц купили спонсоры. Сначала это были куры, потом утки, а в этом году появились и голуби. Развивались все анализаторы наших детей. Это слуховые восприятия, это зрительные восприятия, это развитие разговорной речи. В мире птиц, конечно. Настроение наших детей меняется. Раз, два, раз. Танцы помогли оздоровиться и душой, и телом. И не только. Участники этого городского спортивного клуба сейчас готовятся к покорению международных арен. Мы сейчас подаем график. Есть ряд турниров, которые проводятся международным олимпийским комитетом. То есть согласованы с международным олимпийским комитетом. В том числе и чемпионат мира, в том числе и азиатские игры. То есть мы планируем как бы выехать. Еще один проект, результатов которого ждут тысячи людей. Курсы жестового языка при карагандинском городском обществе глухих. Сейчас на весь регион всего 19 сурдопереводчиков. Между тем, только в Караганде около 2,5 тысячи инвалидов по слуху. 95% из них говорят на языке жестов. Мечта каждого глухого. Чтобы хотя бы один человек в этой госструктуре, ну допустим, в милиции, полиции, в СОНИ, в Акиматах, один человек знал, который бы простые элементарные жестовые слова, который мог бы без переводчика, без родственника обслужить, и глухой бы его понял. В этом году для участия в конкурсе было заявлено всего 124 проекта. 26 из них стали победителями региональных туров. Сейчас каждый проект отдельно изучается республиканской комиссией, которая и примет решение о присуждении званий лауреатов конкурса. Хараджу Румбаев, Сауле Хусаинова, Игорь Нидерер и Алиас Сдыкова. Итоги дня.